Спасибо. Я занимаюсь в основном повышением квалификации учителей в начальной школе и несколько лет назад написала программу по повышению, по экологической грамотности учителя, вернее, ребенка. На первом занятии, когда я встретилась с учителями, мне дала возможность такая, ну, в общем, пришло в голову. Я спросила учителей, что такое экология. К сожалению, они не знают, что такое экология. Поэтому, несмотря на то, что у нас в стране громадное значение имеет экологическое движение, вот очень хотелось бы, и мне кажется, что это главная была бы, в общем-то, задача сейчас, это распространение этого экологического движения на обычную общую образовательную школу. Значит, вот спасибо нашему главному спикеру за то, что он, я в его статье впервые встретилась с этим названием «Регенеративное образование», и вы знаете, как мне представляется, это просто тоже глоток свежего воздуха для обычной общей образовательной школы. Прекрасно, когда у школы целое громадное движение экологическое есть. Но вот для средней школы России, к сожалению, большому экологическое образование – это очень большая проблема, особенно в начальной школе. И я сама начинала как учитель биологии старших классов, но только когда судьба привела меня в начальную школу, я поняла, что вообще-то начинать формирование экологической культуры и всех остальных аспектов устойчивого образования, коллеги, нужно начинать с ранних лет. Вот Рыжова Наталья Александровна будет дальше про детский сад говорить, а сейчас я хотела бы сказать про начальную школу. В детский сад у нас не все дети ходят, а вот в первый класс у нас, слава Богу, еще до сих пор есть и обуч, у нас ходят все дети. И поэтому, во-первых, очень важно, с одной стороны, конечно, увеличивать, распространять экологическую культуру в начальной школе. Но, с другой стороны, конечно, очень важно понимать, что ребенок в начальной школе не может быть перегружен на уроках. Поэтому самое полноценное образование в области уступающего развития, конечно, в начальной школе это будет во внеурочной деятельности. Неурочная деятельность у нас введена с 2009 года, но, к сожалению, большому, в большинстве школ, это 10 часов в неделю, которые даны, достаточно большое время, которые оплачиваются учителю, он чаще всего воспринимает только или как коррекционное занятие, или как снабжение знаниями за пределами учебника. Это вообще никакие санпины не выдерживают, это во-первых. А во-вторых, на самом деле, конечно, в первую очередь, неурочная деятельность, и это, в общем-то, и во всех нормативных документах написано, она должна быть связана с воспитанием. А воспитание, на самом деле, это очень серьезная функция, которой очень не хватает школе, именно в начальной школе. Дело в том, что современные дети в начальной школе, как это ни грустно, с природой контактировать в большинстве случаев, в своем не могут. Начиная с того, что есть, конечно, городские дети, которые совершенно не понимают, что вообще-то дерево, это вообще-то живое существо, да, и кончая тем, что дети, которые в деревне находятся, часто тоже не, так скажем, не контактируют с обычной, как это обычно у нас было, да, так прекрасно, ребенок все время на природе, нет, к сожалению, и в сельских школах есть проблема, что дети сидят у компьютера или с гаджетами. Я не зря представила вам, как пример оригинативного образования, загородный детский лагерь. Это, прежде всего, так скажем, очень важная среда, и, как мне представляется, было бы очень важно сейчас возродить именно детские лагеря, как экологические лагеря. Ну, понятно, что не все дети поют в экологический лагерь, но во внеурочной деятельности, вот если уж так сказать, да, показывать свои труды, вот у меня тоже есть, так, извините, я не включила видео, ну, ладно, я уже не буду сейчас, это самое, страдать по этому поводу, меня не видно. Мы на кафедре создали развивающие задания для внеурочной деятельности, и, в частности, вот я с Красноперной Витой Федоровной создала спортивно-здоровительное, направлению, в котором как раз мы включили очень большое количество заданий именно по экологическому воспитанию. Поэтому, как мне представляется, конечно, так, извиняюсь, почему-то он пошел обратно. Так, так, да, вот, спасибо большое Валерию Викторовичу Снакину, который разоговорил об аларминизме. К сожалению большому, вот если вы будете делать какие-то опросы, какие-то диагностики у подростков, то я вас уверяю, скорее всего, вы увидите, что дети к экологии относятся плохо, по одной простой причине. Потому что я сама рецензировала тетрадки по экологическому образованию, где в первом классе, 1 сентября, на первом занятии, учитель должен рассказать о том, какая у нас загаженная планета. Если для подростка это, так скажем, ну некое критическое мышление, то в начальной школе ни в коем случае нельзя об этом говорить детям. Итак, два направления. Первое направление это, конечно, не аларминизм, что все у нас хорошо и все взрослые о тебе заботятся и все будет хорошо. Простите меня, все великие педагоги, даже в концлагерях, как говорили детям. А во-вторых, конечно, в начальной школе очень важно дать ребенку прикоснуться к природе. В этом смысле это будет регенеративное образование. Потому что если вы вспомните одного Сухомлинского, который предпочитал вести уроки на природе, и, конечно, я уже не буду о других рассказывать, да, конечно, нам надо вытаскивать это, да, и учить этому учителя, который, простите меня, березу от альхи в настоящее время учитель начальной школы может и не отличить. Я не буду долго об этом говорить, и единственное, что я прошу всех многоуважаемых, в основе теоретиков и практиков обратить внимание, что экологическое образование, экологическую культуру надо начинать развивать с раннего возраста. Необходимо возродить традиции изучения каждым учеником живой природы родного края. Все наши необъятные уродины, ни в одном учебнике, ни в одном учебном пособии невозможно прописать особенности красоты родного края, в котором учится сам ученик. Ну и, конечно, как мне представляется, хочется закончить такими высокими словами. Мы должны вырастить новое поколение, которое будет стремиться изменить привычный образ жизни. И это наиболее продуктивно будет, если во внеурочном деятельности всех общеобразовательных школ будет включено образование в направлении устойчивого развития. Спасибо за внимание. Продолжение следует...